оп оп смотри не упади только я тебя умоляю ты не скажи такую прекрасную вещь прекрасная вещь как на 45-ом кузове отключить омыватель фары где наш прекрасный предохранитель находится под капотом пространстве не так давно мой друг приобрел себе рейнджер аэроспорт в кузове l494 2014 года с двигателем 3 литра суперчардж да я прекрасно понимаю что это l405 это 4 и 4 это просто рейнджер но при всем при этом меня немножко сподвигла от нас тут когда он мне позвонил и сказал рус а как проверить уровень масла на рейнджовере и стоит заметить что этот человек специалистов в обслуживании автомобилей марки бмв то есть по сути человек является моим коллегой но при всем при этом здесь уже имеются особенности марки я без труда дал ему ответ и конечно же помог разобраться с этим вопросом но после этого я действительно задумался вот мы специалисты постоянно говорим 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 об этих автомобилях но сколько людей в этом году приобрело данный автомобиль в первый раз сколько людей зайдет в зимний период эксплуатации на этих автомобилях в первый раз и сколько всего нового они для себя по сути могут узнать и вот именно об этом мы сегодня с вами поговорим многие сервисы сейчас начнут снимать видеоролики о том как они подготавливают landroyer к зимнему периоду эксплуатации. Будут рассказывать о бесплатных диагностиках, о проверках Вебасты, о проверках Эбершпехера, о том, что необходимо снять зимнюю резину, куда заливать незамерзающую жидкость и даже то, что они проверяют аккумуляторную батарею. Это абсолютно правильный подход и правильное действие. По сути, это делаем и мы, не первый год. Но моя сегодняшняя позиция от лица компании LR West это рассказать о потребительских свойствах этого автомобиля. На данных автомобилях дополнительный подогреватель, работающий на топливе, установлен производитель Эбершпехера. Значит, от Вебасты Landruer отошел, но вернулся. Об этом поговорим чуть попозже. Вебаст устанавливается на эти автомобили с 2018 модельного года, то есть с 2012 года и по 2017 здесь устанавливался Эбершпехер. Эбершпехер устанавливался как на дизельной версии Range Rover, так и на бензиновой. И здесь была одна особенность. Та проблема, о которой я сейчас заговорю, касается автомобилей 2012 и 2013 года выпуска. Возможно, эта проблема уже решена в рамках гарантии, а может быть и нет. Но причем при этом вы должны об этом знать. При запуске двигателя при низких отрицательных температурах от 0 градусов и ниже в салоне вашего Range Rover Sport может ощутиться запах топлива, либо дизельного, либо бензинового, в зависимости от модификации вашего автомобиля. Еще раз повторюсь, это 2012 и 2013 годы выпуска. То есть с 2014 года эта проблема уже была по умолчанию решена. В чем вся проблема? Давайте поговорим более конкретно. Значит, что касаемо дизельной версии, у дизеля эта проблема решается значительно проще. Значит, еще раз повторюсь, эбершпехер у нас установлен вот здесь, но в районе подкрылка у нас идет выхлопная труба. Да, к сожалению, я вам сейчас показать это не смогу, но это, так скажем, был бы уже отдельный ролик. Устраняется данное неисправно следующим образом. Мы снимаем колесо, снимаем подкрылок, меняем выхлопную трубу эбершпехера и на кузове у нас есть технические отверстия. Я думаю, многие из вас видели, это такие круглые, так скажем, дырочки, либо прямоугольные и так далее. То есть они специальными заплатками заклеиваются, труба меняется и происходит перепрограммирование. Таким образом решается проблема с проникновением выхлопных газов внутрь салона именно дизельной версии. Что касаемо бензиновой версии, там немножечко все сложнее. Значит, помимо доработки кузова, помимо установки новой выхлопной трубы, там еще перекладывается подача топлива к эбершпехеру и также убирается воздухозаборник и ставится абсорбер, то есть уловитель паров топлива. Такая проблема решается и была на автомобилях кузова L405 и кузова L494 до 2014 года выпуска. То есть в первой выпуске на этот счет есть бюллетень и по гарантии это устраняли. Люди жаловались. Имейте это в виду. Вторая особенность касается автомобилей только с дизельным агрегатом. То есть по сути это 4,4 труба дизель, либо 3 литра труба дизель. Бензиновую версию мы сейчас не рассматриваем. Не так давно с моим коллегой Виталием Тютиным мы сняли видеоролик на тему установки зимней решетки на автомобиль Discovery 4 и Range Rover Sport в предыдущем поколении с силовым агрегатом 3 литр труба дизель. И говорили про то, что в охладителе надувочного воздуха накапливается влага, которая превращается в лед. Так вот знайте, господа, на кузове L405 с двигателем 4 и 4 труба дизель есть аналогичная проблема, но решается она значительно дешевле. Итак, более предметнее. Давайте пробежимся. Вот в данной части под бампером у нас установлен интеркулер один. С этой части у нас установлен также второй интеркулер, то есть два радиатора, через которые проходит у нас надувочный воздух от турбин, соответственно, охлаждается и попадает в двигатель. Так вот бюллетень предусмотрел зимние, так скажем, решетки, которые, по сути, сейчас скорее всего увидите это все на своих экранах, если у нас вот такой интеркулер, то в данную часть ставится вот такого рода треугольная пластмашка, то есть пластмашка, которая наполовину закрывает интеркулер и таким образом, так скажем, меняет температурный режим для того, чтобы не было конденсата и не образовывался лед внутри охладителя. Для того, чтобы ее установить, необходимо демонтировать бампер, просверлить три технических отверстия и на пистон, либо на шурупы, по-моему, на пистон, насколько я это помню, ставится вот такая вот треугольная накладочка. В летний период времени она, соответственно, снимается. Это не Discovery 4, это не Range Rover Sport, здесь не нужно покупать решетки по 50 тысяч рублей, здесь можно просто купить две вставочки, еще раз повторюсь, по-моему, 600 рублей, ну скажу 1000, да, лучше скажу 1000, но не об оно. Условно, по 1000 рублей поставить и обезопасить свой двигатель от попадания влаги в пускную систему. Не все автомобили в кузове L405 оборудовались омывателем камеры заднего вида. На самом деле, омыватель камеры на них появился, но всего лишь навсего с 2016 или с 2017 года выпуска. Ну, а что делать с автомобилями, которые уже 5 лет в выпуске, которые 5 лет на рынке и которые эксплуатируем мы вместе с вами? Абсолютно правильный вопрос. Да, этому есть решение, и на этом автомобиле это решение реализовано. Давайте сейчас демонстративно мы с вами это дело посмотрим, и, соответственно, вы это увидите наглядно. Для того, чтобы установить омыватель камеры заднего вида, который выглядит вот таким вот образом, специально, к примеру, для вас, я показываю. То есть устанавливается оригинальный корпус. Здесь, господа, есть одна небольшая особенность, поэтому я этому уделяю внимание. Устанавливается вот такого рода корпус, который предусматривает установку форсунки. Выглядит оно вот таким вот образом. То есть, по сути, как мы его здесь видим уже непосредственно на самом автомобиле. Устанавливается вот такая вот форсунка и, соответственно, клапан. Обратный клапан, который не дает жидкости уйти в тот момент, пока мы не пользуемся этим омывателем. Ну и, соответственно, прокладывается сама магистраль, по которой доставляется омывающая жидкость. Здесь есть определенного рода особенность. Кстати, на эту тему снимал видеоролик мой коллега, опять-таки, Александр Жигалов ровно год назад и в конце ролика мы вставим, чтобы вы смогли уделить этому пристальное внимание и при необходимости сделать решение, нужно ли вам это или нет. Но на всякий случай я напоминаю, что эта проблема, она решаемая и это дело можно установить. Но камеру менять нет никакой необходимости. Просто-напросто придется ее немножечко доработать, потому что одна камера у нас идет с поворотным разъемом, а вторая камера идет с прямым разъемом. Вот придется немножечко доработать, но при всем при этом омыватель будет реализован. Атуальный вопрос, как своими силами выполнить установку новых щеток стеклоочистителя лобового стекла. Но не только лобового, но также и заднего. И не всегда для этого есть необходимость обращаться в сервис и тратить свое личное время. Но здесь есть одна особенность. Да, просто так поводок вы не поднимите. Обратите внимание, он упирается в декоративную планку капота, а именно в этой части. И его можно повредить. Для того, чтобы поменять щетки, есть сервисный режим. И вместе с вами мы сейчас его активируем и я покажу, как это делается. Для того, чтобы щетки стеклоочистителя перевести в сервисный режим, для этого необходимо выполнить одну манипуляцию. Шаг номер один. Включаем зажигание. После этого выключаем зажигание. Поводок переводим вверх на один щелчок и включаем еще раз зажигание. Обратите внимание, в какое положение встали щетки. То есть именно это является сервисным режимом для того, чтобы выполнить замену щеток стеклоочистителя. Теперь, в данном случае, мы спокойно можем поднять поводки и выполнить замену щеток. И обратите внимание, что произошло с задней щеткой. Задняя щетка по умолчанию встает именно по центру. Именно таким образом у вас предоставляется доступ для установки новой щетки. То есть поводок просто-напросто приобретает 90 градусов в угол. Ну, а как всем известно, в рабочем состоянии он находится где-то там. Как выйти из сервисного режима? Пойдемте покажу. Для того, чтобы выйти из сервисного режима, достаточно просто выключить зажигание и они становятся в стандартное положение. Так, давайте еще раз. Включаем зажигание. Выключаем зажигание. Один щелчок вверх и включаем зажигание. Все, щетки встали в сервисный режим. После того, как мы выполнили установку новых щеток, мы просто-напросто выключаем зажигание и они становятся в исходное положение. Ну что, полезно? Я знал, что будет полезно. Это же клево, никто не знает. Серьезно. Так, теперь мы поговорим о зимнем режиме щеток стеклоочтителей. Что это такое? Например, запускаем двигатель. Заходим в меню. После этого делаем настройки автомобиля. Вправо. И у нас, соответственно, здесь в меню имеется зимняя парковка стеклоочтителей. Вот. Обратите внимание, вот это именно строчка. Когда мы ее активируем, наши щетки поднимаются вверх и становятся, ну, как бы практически в сервисный режим. То есть, если сервисный режим у нас становится вот здесь, да, и после выключения зажигания они у нас падают обратно вниз, то, соответственно, зимняя парковка щеток стеклоочтителей происходит именно таким образом. Задняя щетка остается в исходном положении, а данные щетки поднимаются под угол где-то порядка 20 градусов. И при дальнейшем использовании они будут всегда здесь находиться. Для чего это необходимо? Обогрев стекла, подача теплого воздуха и таким образом, ну, как бы якобы щетки меньше замерзают. Еще раз давайте пробежимся, еще раз покажу. Меню. В самый низ настройки автомобиля. И, соответственно, в меню выбираем позицию зимняя парковка стеклоочтителя. Нажимаем ОК, то есть деактивируем. Щетки делают контрольное движение вверх и становятся в исходное положение. То есть, подводя итог, в меню вашего автомобиля, в меню панели приборов, вы можете включить и активировать зимнюю парковку стеклоочтителей, а именно поставить щетки где-то на 20 градусов от исходного положения. А теперь самое интересное. Это пультик управления дополнительным подогревателем, работающим на топливе. Так называемый Эбершпехер. Еще раз повторюсь, с 2012 и по 2016 год здесь устанавливался Эбершпехер. Далее мы обратно вернулись к Вебасти. Но, по крайней мере, на данных автомобилях у нас вот такой вот пультик. Первое, что необходимо знать, это о том, что его, скорее всего, придется подготовить к сезону. А точнее, заменить в нем батарейку. Если вы помните, на пультах старого поколения, в оригинальном исполнении, батарейка поставлялась вместе с крышечкой. И устанавливалось это дело все вот здесь, в задней части. То есть, мы отверточку проворачивали на 90 градусов, выкидывали вот такой вот бочонок и вставляли новый. На таких пультах батарейка меняется по-другому. Вот эта часть, на которой написано Range Rover, она снимается. То есть, буквально одним движением руки мы вот так ее отщелкиваем. И здесь у нас установлена батарейка CR2032. Точно такая же батарейка устанавливается и вот в этом прекрасном ключике. То есть, в ключике от самого автомобиля. И еще раз повторюсь, CR2032. Установим батарейку и просто-напросто защелкиваем нашу прекрасную крышку. Далее. Webasto мы сейчас не запустим, потому что автомобиль открыт. Кнопочка ON. Мы нажимаем ее, и это говорит о том, что автомобиль получил сигнал на запуск Webasto. Если у нас будет гореть она желтым цветом, это будет говорить о том, что батарейку необходимо заменить. Если будет гореть красным цветом, это говорит о том, что брелок не видит автомобиль, либо просто-напросто к нему не привязан. В случае, если после запуска двигателя вашего автомобиля вы услышите в районе подкапотного пространства звук, похожий на взлет, либо посадку самолета где-то, где-то вдалеке, не пугайтесь. Именно таким образом запускается дополнительный подогреватель, работающий на топливе. То есть, Эбершпехер. Либо Webasto, в зависимости от года выпуска вашего автомобиля. Ну а теперь, возвращаясь в салон нашего автомобиля, поговорим о том, как через меню мультимедиа установить таймер запуска этого подогревателя. Ведь пультик, это не всегда удобно, и зачастую мы просто-напросто бросаем свой автомобиль где-то далеко от дома. И нам хотелось бы, чтобы наш дополнительный подогреватель, работающий на топливе, все-таки запустился. Для этого необходимо, ну как я, например, сейчас запустил двигатель, на самом деле вполне достаточно просто включить зажигание. И давайте посмотрим. Значит, данное мультимедиа устанавливалось на данный автомобиль с 2012 года. Я не просто так говорю, 12-й год, господа, 12-й год выпуска, но 13-й модельный. То есть, официально эта модель пошла с 13-го года. И до 2016-го включительно устанавливалось мультимедиа Generation 2.1. Вот именно вот такой вот интерфейс об этом говорит. Как это дело все активируется? Нажимаем дополнительные функции. У нас открывается меню. Нажимаем таймер климата. И у нас есть два пути запуска нашего баста. То есть, единичное событие, либо недельное событие. Давайте поговорим о недельном. Так как, по сути, мы, в принципе, на целую неделю имеем тот или иной план, а именно поездка на работу, как минимум, и уезд с работы. И, как правило, большинство людей работает с 9 до 6. Соответственно, мы активируем недельный таймер. После этого нажимаем счетчики. И у нас открывается вся неделя. И вот нам сдают всю неделю, всю неделю. То есть, первый запуск, грубо говоря, да, и, соответственно, второй запуск. Здесь у нас представлена неделя. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Если мы нажимаем всю неделю, например, ну, мы выезжаем на работу, нам надо быть на работе условно в 9 утра. Например, мы ставим на 8 утра. Нажимаем ОК. Обратите внимание, всю неделю у нас будет запускаться Эбершпехер ровно в 8 утра. Если нам необходимо, например, во вторник сделать это в 7 утра, то мы, соответственно, нажимаем вторник и поменяем на 7 часов утра. Если нам, например, надо в пятницу, чтобы это было в 11, то мы нажимаем на пятницу, ставим здесь 11 утра и нажимаем ОК. Таким образом мы можем спланировать недельный запуск вебаста в утренний период времени. Далее активируем второй таймер. Например, это будет вечер. Включаем, ставим его, например, на, ну, давайте условно, на 17.00. 17.00, нажимаем ОК. У нас вся неделя, опять-таки, по умолчанию, забил, все ячейки по умолчанию забились временем 17.00. Мы так же самое можем менять в зависимости от дня недели. Например, условно, в субботу нам не нужно, да, в 17.00, в субботу мы хотели бы, чтобы она запустилась просто-напросто в обед. Тогда мы здесь ставим 13.00. И в этом интерфейсе мы понимаем, что это первый запуск, а это второй. Пусть это будет утренний, а это будет вечерний. И нажимаем ОК. Все, господа. Таким образом мы активировали недельный спланированный запуск дополнительного подогревателя, работающего на топливе. И в таком случае, по сути, нам, как таковой, этот пультик не нужен. Также, помимо этого, у нас есть единичное событие, когда, например, у нас нет необходимости в планировании недельного таймера и недельного запуска нашего обершпехера. Тогда в таком случае мы можем включить и нажать Единичное событие. То есть, единичное событие, это когда нам предлагают запустить и вебасту единоразово. То есть, например, мы четко понимаем, что, ну, завтра хотелось бы там на 15.30. Нажимаем ОК. А также, кстати, господа, мы можем установить на время в прошлом. Ну, видите, на время в прошлом не дает. То есть, он говорит, нам надо выбрать дату недели. Вот мы выбираем пятницу, субботу, воскресенье, понедельник. То есть, можем сделать хоть на 22 октября. Сегодня, кстати, по нашим часам, по-моему, 17. Да, 17 октября. То есть, опять-таки, еще раз, да, мы можем в единичном событии запланировать определенную дату и определенное время для того, чтобы сработал наш дополнительный подогреватель, работающий на топливе. Еще раз показываю кратко. Дополнительные функции. Таймер климата. Недельный счетчик. Счетчики. И выбираем первый запуск, второй запуск. Устанавливаем время и неделю. Вот так вот, господа, все весьма таки просто. Можно спланировать потенциальный прогрев вашего автомобиля. Да, мы сейчас поговорили о том, как пользоваться эбершпехером при помощи пульта. Да, мы поговорили о том, как настроить при помощи мультимедиа недельный таймер запуска, либо поставить установить единичное событие. Но, помимо этого, у нас также имеется, так называемое, неоригинальное дополнительное оборудование под названием Altox. Altox – это GSM-модуль управления, который выглядит вот таким вот образом, на всякий случай, чтобы вы были проинформированы. Устанавливается он на автомобиль, устанавливается мобильное приложение в ваш телефон. Вот такой вот, просто самый простой модульчик. Сюда устанавливается сим-карта. И при помощи GSM-модуля вы можете ее запускать дистанционно. При помощи приложения на вашем мобильном телефоне, либо путем звонка на данную сим-карту. И это весьма-таки удобно. По каким принципам и по каким правилам? Запуск вебасты, по крайней мере, сигнал на запуск вебасты поступит в ваш автомобиль с любой точки мира, где есть покрытие GSM. Например, условно, давайте не будем распыляться на весь мир. Например, вы живете в Подмосковной области. Вы на автомобиле доезжаете до МЦК. Сейчас, по-моему, это вполне современно, и, по-моему, так делают многие люди. Люди ставят свой автомобиль на специальной парковке, прыгают в МЦК, либо в метро, и уезжают на работу. Если вдруг вы забыли установить таймер, например, вы приезжаете с работы МЦК, дорога занимает 30 минут, и вы хотели бы, чтобы через полчаса по приезду ваш автомобиль был прогрет, но вы не установили там недельный таймер, либо единичное событие, то вы, в принципе, можете сделать один маленький звоночек, либо при помощи приложения включить дистанционно, удаленно и прогреть ваш автомобиль до тех пор, пока вы к нему подойдете. Все мы прекрасно знаем, что кузов L405 получил рестайлинг, а точнее 2018 модельный год. И внешне этот автомобиль стал просто космически потрясающе красивым. Но, помимо этого, также поменялась и мультимедиа, и отчасти салон автомобиля. Land Rover ушли от Generation 2.1. Мы сейчас говорим о мультимедиа и начали устанавливать так называемую мультимедиа под названием InTouch Control Pro. И вот для таких владельцев мы сейчас тоже расскажем и покажем, как запускается дополнительный подогреватель, работающий на топливе. Ну, а все остальное, о чем мы сегодня поговорили, будет касаться именно всех автомобилей данного кузова, а также кузова L494, а именно Range Rover Sport. Ты со мной пойдешь? Итак, господа, с нами в ролике Виталий Тюкин, это чинишки-директор. Многие из вас его знают, но при всем при этом лично на своем автомобиле, на Range Rover Sport 2016-го. Я не технический директор, а я владелец Range Rover. Хочу рассказать о том, как им можно управлять с помощью мобильного приложения. А почему? Потому что у тебя стоит InTouch Control Pro. Итак, господа, я вам только что рассказал о том, как запускать Webasto при помощи брелока, при помощи мультимедиа, а точнее недельного таймера, который подразумевает под собой мультимедиа под названием Generation 2.1. Соответственно, это Range Rover Sport. Аналогично будет и на Range Rover в кузове L405. Это 2017 год. Автомобиль получил новую мультимедиу под названием InControl Touch Pro. И по сути, эта мультимедиа подразумевает под собой дистанционный запуск при помощи мобильного приложения. И в таком случае уже тот самый GSM-модуль управления под названием Altox, о котором мы только что с вами говорили, он здесь уже просто-напросто не актуален. Давай расскажем, какие возможности он имеет, так скажем, при помощи управления Webasto при помощи InControl Touch Pro. Значит, если у вас комплектация автомобиля HSE или выше, ну то есть я про ниже сказать не могу, не знаю, ну вот это HSE, это InControl Touch Pro. Таким образом можно управлять подогревателем, работающим на топливе. Первый это брелок. Значит, при включении его обогревается салон в первую очередь до минус 20-25 градусов. Тут вот разница информация. То есть греет салон исключительно. Двигатель при этом не подогревается практически ни на йоту. Если температура воздуха упала ниже минус 25, то включив опять же на брелок, первоначально будет подогреваться двигатель для облегчения запуска. Я, честно говоря, брелоком не пользуюсь, ну потому что мне неудобно и ненужно салон не греть не надо. Я очень тащусь от использования приложения Land Rover Remote. Вот таким образом оно выглядит. Вот это название моего автомобиля. Сколько топлива на одометре и место его положения. Но самое главное, я с утра пока пью кофе, захожу и делаю запуск двигателя. Вот 30 минут написано. То, что сейчас показал Виталий, это запуск не дополнительного подогревателя, работающего на топливе, а именно запуск двигателя. То есть назовем это автозапуск по умолчанию от завода-изготовителя. Ты скажи, пожалуйста, а дополнительный подогреватель мы отсюда можем запустить? Нет. Не можем, только запуск двигателя. На этой комплектации предусмотрено именно для прогрева, чего бы то ни было, с приложения только запуск двигателя. А ты сказал именно этой комплектации. Подожди, это тоже такой важный момент. То есть это общая система, так скажем, структура. Почему я, нет, почему я оговариваюсь? У меня как бы есть еще и ВОК, и он у меня тоже вот здесь, его можно поменять. Он у меня здесь есть. Вторая моя машина и ВОК. Тоже важный момент. Приложение предусматривает один и более автомобильный маркер Android. То есть если в вашей семье больше одного, то... Вот смотрите, сейчас я в ИОКе. Сейчас я в ИОКе. Вот уже другие километры, да, видите, там в другом месте он стоит. И если я нажму вот этот запуск, хотя написано engine, у меня запустится только подогреватель. Но там комплектация SE. Здесь есть у нас недельный таймер? Да, есть. Покажи. Как его активировать? Так, листаем. Ищем. Таймит, климат, клаймит. Вот он. Ну и все, вот вам. Давай прям включим, например, мы его активируем. Да, выключим. Так, мы его активировали, дальше как? Ну, дальше выбираете время. А, время, день. День, время, ну конкретно, да, пятница, 18 октября. Вам включить, включить, выбираете там это все. Время. Нажимаете ОК. Мы не будем. То есть да, мы не будем запускать. Господа. Итак, вот, то есть конкретно по календарю. А, кстати, это очень важно. А, нет, слушай. Смотрите, до 1 ноября. Да, первое. Сейчас активен. То есть, ну, на сколько? А, 2 недели получается даже. 2 недели. Да, слушай, даже не недельный таймер, это получается до конца месяца. Господа, ну, как вы же поняли, функционал здесь немножечко расширен. Интерфейс иной, но принцип такой же. То есть мы заходим в таймер по климату, активируем, выбираем дату, выбираем время. Итак, господа, ну вот на данном этапе мы заканчиваем данный видеоролик. Я надеюсь, что эта информация действительно была полезна для вас. Мы не затрагиваем такие темы, опять-таки, повторюсь, стандартные и банальные о том, что и как мы проверяем. Мы просто рассказываем о том функционале, который, по сути, у вас есть, и вы должны уметь им пользоваться. Все, господа, я надеюсь, эта информация, опять-таки, была полезна для вас. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok